Засветились. Самостоятельные изменения конструкции автомобиля, в частности внешних световых приборов, довольно частое нарушение. Многие водители устанавливают кустарные фары, не задумываясь не только о безопасности своей и других участников дорожного движения, но и о возможном наказании. За это серьезное нарушение технического регламента светит лишение прав на срок от 6 месяцев до года. Сегодня сотрудники технического надзора несут службу непосредственно с экипажами дорожно-патрульной службы и особое внимание уделяют внешним световым приборам, а именно типу и режиму световых приборов. Отвечают ли они требованиям конструкции транспортного средства, требованиям правил, соответствующих стандартов, а также руководством по их технической эксплуатации. У инспекторов технического надзора глаз алмаз. Выявить средь бела дня автомобиль с кустарным светом для них дело техники. Правда, чтобы докопаться до истины, а именно до световых приборов, нужно все же заглянуть под капот. На фарах есть специальная маркировка с информацией о типе разрешенного для данного авто света. Так что не весь ксенон одинаково вреден. Если он установлен по закону, то и фары делает ярче, и других водителей не слепит. Соблюдены условия по наличию фары-омывателей и автокорректора фар. Но нередко автолюбители, следуя моде или желая сделать фары поярче, устанавливают газоразрядные лампы там, где разрешены лишь галогеновые. Так получилось и в случае с этой иномаркой. Для многих водителей это становится сюрпризом. У вас маркировка на внешнем сетовом приборе HCR означает галогеновые лампы. А по факту установлены газоразрядные с блоками розжига. То есть это при ремонте было, да? Скорее всего. Нет, но мы как водители обязаны перед выездом проверить их путей обеспечить справное техническое состояние. Спокойствие автоледи сохраняет только до тех пор, пока не узнает, что откуда бы ни взялись лампы, водительского удостоверения лишится именно она. Потому что управляла, по сути, неисправным транспортным средством. Что лишение? Водительское удостоверение. Ну неужели я, дурочка, специально знаю это, устанавливаю себе такие фары? Ребят, ну давайте как-то решать. Тогда мне дайте время, я искаю, я предоставлю это вам, приеду к вам в ГИБДД лично. Уговоры бессмысленны, факт нарушения установлен и наказание неизбежно, по крайней мере в отношении этого водителя. У остальных же пока есть шанс избежать подобного удивления. Своевременно проверить, все ли в конструкции авто соответствует правилам. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.